Америка делала. А, это старухи, не буду. Чипировали людей? Я уж что, сейчас чипирую, это американцы делают. Что, в интернете она прочитала, чипируют людей, если вводят вакцину. Дура. И заболела. А я знаю, что такое. Ну, эпилаг корона, у неё база искусственная, молекула созданная. Спутник – это платформа, на которой лучшая вакцина мира была сделана ЭБО. В Африке на этой базе это было сделано. Но ещё очень интересно, работает федеральное агентство по микробиологии. Они работают на базе предприятий и лабораторий Петербурга. Там главная лаборатория, которая делает вакцину от гриппа. Давай почитайте, коронавирус есть вообще или нет? Коронавирус, ну как же. Или это всё… Нет, почему есть. Сейчас вот кентавр новый, омикрон привезли. Есть, очень же высокая смыслность. Я сделала 4 прививки уже. Нет, 3. 3 прививки через полгода. Я не одну и пока. Это ваши проблемы. И я хочу вам сказать, что это, опять же, комплекс неполноценности, извините. Если я ни одной прививки не сделал. Что вы к этому относитесь так? Ну просто я на данный момент, тут-фу-фу, пока что решил воздержаться. Вот. И кому вы говорите, профессионалу воздержаться, у вас внутренняя мотивация. Вот моя бывшая секретарь. Жила здесь в Москве. У сына. Сына учёный, лабораторий. Ехала к себе домой. И пока ехала, подхватила коронавирус. Так тяжело болела. Но главное не это. Теперь она мне звонит и говорит, я ведь задыхаюсь, не могу спать. Осважнение. Конечно. Самое главное коронавирус – это осважнение. Вот сегодня я разговаривала с соседом, слесарем. Юрий Иванович, милейший человек, он мне всегда помогает. И у нас горячую воду включили. У меня полотенцесушитель почему-то там лошадь собирается. Ну, где-то подо мной, или ещё где-то. Я его приглашала. Так он мне всегда делал. Сегодня я встретила, так робко. Я говорю, Юрий Иванович, я могу. Он переболел коронавирусом. У него лёгки, часть лёгкова приросла к ребру. Тяжелейшая была операция с травмами. Высокий мужик такой, сильный. Он даже не одна-три операции выделал. Не захотел делать прививку. Но я верю учёным, потому что я много с ними общалась. И вот микробиологическое федеральное агентство, там молодёжь работает. Мне так нравится. Я их работы читаю. Они, во-первых, изобрели одно из лучших лекарств против коронавируса в мире. И они новую вакцину. И сейчас, а сколько детей болело? А знаете какие осложнения? Их не вылечит. Если бы, а почему мы хорошо сработали? Потому что у нас с советского времени сохранилась хорошая санитарная служба. Вот я вспоминаю. Вы об этом тоже не думаете. Ну, когда закончилась война, у нас в стране, в Союзе, появился полиомилит. Его привезли из Японии. Знаете, как это было тяжело? Это поражались органы движения. А я видел, да, в интернете фотографии. Вот. Ну, полиомилит. Сделали прививку. К счастью. Теперь я была в длительной командировке, три месяца на кафедре психологии, в Горьком тогда. И вдруг, значит, холера. Из института холеры в Элисте ехали по каме. И я помню, нам всем делали прививку. Причем очень интересно. Прискивали. Это санитарная служба. Это было советское время тоже. Поэтому то, что люди выступают и так далее, профессионально я называю, это комплексом полноценности. Потому что люди не хотят быть как все. Не хочу верить государству, как можно принять идею двойников Путина. Ну, что смеяться. Что смеяться. У Путина есть голос, мимик, жесты, взгляды. Все. У него есть некоторые жесты. Я пытаюсь вот каждый раз в разных ситуациях он эти жесты проявляет. Или у нас глава института атомной энергии. У него привычка, он очень умный. Я люблю по культуре иногда, утром бывает, по воскресеньям. У него привычка вот так руками. Или вот так. Это говорит, но он не молодой. Это говорит о том, что он поставил задачу, он выполняет ее. И так далее. У кого-то поворот головы, у кого-то почесание, у кого-то вот так. Вот. Поэтому это же институт атомной энергии. Сейчас вот Путин умный. Он понял, какой там коллектив. Сейчас и как он поднял генетику. Вы не изучали, а я изучала генетику, дисциплину. Начиная с Глубинина, главного генетика у нас. И сейчас такой класс генетических исследований. Потому что, когда разговор о микробиологиях зашел, тогда у нас они, конечно, тоже есть. Если бы не Путин, чтобы, чтобы там я рядом с Алма-Ата, город Тарас. Там родственник живет. Брат его, ему 85 лет. Там главное было. Вот. Я сколько раз говорила. У него дочь, там зять, внуки, сын. Сын давно работает в России. Чего вы не едете в Россию? Ну ты откуда? У тебя в этом поселке полно закрытых квартир. Старики умерли. Люди уехали. Ну ездят. Дешевая. Железная дорога. Через Каму построили новый мост. До аэропорта 60 километров. О чем думает новая школа в поселке? Ничего. Не охота. И мы, когда начались эти события, ни телефон, ни интернет, мы не могли понять, хоть жила, не или нет. Буквально вот только несколько месяцев прошло. Я случайно позвонила и дочь вытягивала. Учебники шоу в Сорвске, которые ненавидят Россию. Казахстан. Мы по российским учебникам школы. На улицах. Казахское название. Мы и любительское. Даже на Украине хотят отказаться от русского языка. Так вот и получили комбинацию с двух пальцев. Еще бы этим не развернулся. И посмотрите, понравилось. Казахстану шесть часов понадобилось, чтобы привести в порядок. Что бы с ними было, а ничего. Вот лично дочь этого президента, старого, но салтана, бессовестной. Ее в швейцарском банке поймали по ложным документам, и она плала 350 миллионов долларов. У нее, значит, Парижем замок. Внук учится в Лондоне, но, говорит, бестолковый. Родственник по-казахски сидели везде. Вот родственник-то мой брат, он работал на фосфорном заводе, который продали американцы. У них же урановые родники. У них же золото есть. То есть, страна-то богата. Извините, север-то Казахстана, это наша целинная земля. Никогда не было Казахстаной страны. Поэтому, да, трудно, если подумать, какую задачу. Но я всегда вот наблюдаю за Путиным, думаю, господи, он... Потому что я сама была такая. Чтобы ставить пед колец твой лучшим, я вам должна сказать, что я лауреат государственной пленой. У меня есть грамота президента. Я была делегатом последнего съезда учителей в 88-м году. Заслуженная учительница, ветеран союза труда. По общению очень чувствуется, что... Да, так я так же работала. Я уходила так. Немного сейчас грамотных людей осталось. Понимаете? Вы старого поколения просто. Сейчас уже... Ну нет, среди молодого есть... Вы просто... Вы в другом своем. Вот так. И что интересно, вот когда мне говорили учителям, ой, все-таки какой у вас хороший характер. Вы не сердитесь. Я сердилась, об этом никто не знал. Но женщины воспитывают мужчин. Какие мужчины, такие женщины. Муж был у меня старше, на 14 лет. Когда я уходила раньше его немножко, я ему могла сказать, ты знаешь, вот-вот-вот. А он такой остроумный вот человек. Он мне говорил, ты же умница. Ты же красавица. Как умница красавица плохо себя поведет? А как он сделал себя? Началась война, ему было 14 лет. Он на ящике всю войну у станка простоял. Вечернюю школу закончил, поступил в институт. Он говорит, знаешь, университет в Казани. Я не умер с голоду, потому что мы разгружали вагон, и нам давали по 5 килограмм муки. Мы ее заваривали кипятком и ели. Но это не это даже. А меня поражало. Немецкий свободно. Если мы расставались, он мне писал письма, а я человеком. Я ему отвечала, я проверяла. Не дай бог ошибку. Кроме того, вот эта, как сказать, подростковость, когда он простоял на ящике, она у него сохранилась во взрослом состоянии. И необычайно серьезный, образованный человек. Был иногда... Мальчишки же, мужчины вообще до старости пацаны. Ну, есть такое, да. И в нем вот эта пацанская проявлялась. Оно проявлялось по отношению ко мне, чтобы мне было хорошо. Он сделал меня. Но я же понимала, самое главное, надо еще своего мужчину уважать. Я его уважала. Он это знал. Вот. И таким образом мы жизнь учились. И сейчас такие люди есть. Вот даже, я говорю, в доме идут молодые, дверь. Ну, по правилам культуры, ты не должен дверь отпускать, ты должен... Пропустить. Закрывать, во-первых. Они говорят о том, что пропустить. Еще женщину. Ну, женщину, да, я имею в виду, что... Но есть ребята молодые, я всегда их хвалю. Есть. И много. У меня был очень тяжелый пианист, но великолепный радиоживающий, хороший пианист. На уроке опаздывал, не приходил, журнал плохо заполнял, но он мог прийти, сказать, как у вас со временем. Мы шли в зал хореографии, у нас там был старинный рояль, потому что здание бывшего рояльного реального училища. И я нашла настройщика, он сделал нам рояль. Он закрывал, ставил мне стуль, я сидела, а он мне час играл, а я себе только говорю, за это можно и потерпеть, за это можно и потерпеть. А вы же преподаватель. Я преподаватель психологии, я изучаю саппиотекцию по родинам. А где преподаватель? Преподаватель? Город Сарапа, Львовская. Сарапа? Сарапу. А, Сарапу. На берегу Камы, старинный город. А, вы приехали жить сюда? А? Вы жить сюда, приехали? Так, хочу сказать, что это перевоспитание. У меня дочь живет в Москве. Она очень сварит, очень, как стиль языка, в начале части курсом англической санглической. И, А как зовут меня? Ее? Нет, вас. Меня, Инна Борисовна. Инна Борисовна. У меня есть имя. Очень приятно. Мое имя обозначает бурный поток, бурная вода. Ваше имя? Да. Это перевод с латинского. А имя мне дал мой дед. Он был большевиком, ленинским, слушал Ленина. Поэтому, когда я родилась, то имя должно было быть, чтобы не записано в сердце. А почему? Ну, большевик. Ага. А в церкви ломали, да? Нет. Он не участвовал. Он вообще был рабочий, но он кончил начальное училище, это как сеневетка. Он был образованным рабочим. Когда взяли, как потом бабушка говорила, на импульсическую, вот, в окопах, я так скажу, в самокопке, курили, читали искру. Он стал большевиком. На землянском вокзале в Ленинграде, в Питере, он слушал ленинг. Он был настоящий рабочий. Это ваш дед? Да, мой дед. Папин отец. И, надо сказать, что, да, участвовал в Гражданской, на реке Камья когда-то, белые, до 700 человек, рабочих, большевиков, может быть, и красноамечек, в баржу погрузили, отвезли, вверх по Каме, поставили на икоря, и ее должны были затопить. и мой дедушка, вот он, командор партизанским отрядом, и армия Азина, они сумели эту баржу, ну, как сказать, отбили. И люди были сохранены. Нет. А когда началась война, у нас был большой завод, дедушка работал парторгом на заводе. Вторая мировая. Ну, это честная война. И шли эшелоны с эвакуированием из Ленинграда, из Эстогии, из Латвии, Белоруссии. Ну, знаете, на телегах, на полуторках везли эвакуированные, и вот мой дедушка был человеком, который размещал. И чтобы люди не голодали, в каждом доме, мне было два года, я помню, росла в больнице, что у нас тоже в одной комнате жила семья из Ленинграда. Распахали землю, люди давить ему на огороды посадили, дедушка задал, создал пасеку в километре от села, я помню, у него была двуковка такая, кауровая. Я жутко, я помню, здесь белое пятно, и мы, он брал меня с собой, мы ездили. И помню, что однажды ребятишек посадили, в полную телегу приехали на пасеку, пасечник поставил ядро с колодезной водой, а дедушка привез коровай, и я вот как сейчас вижу, пасечник лезал, и вот такая, так даже из дерева очень много делали, деревянная чашка свежего меда. И всем рабочим, и в детские сады, в больницу выдавали мед. Вот, это был истинный большевик. сейчас уже такого нет. Очень жаль. Сейчас люди... Подождите, вы в той среде, где, а я в той среде живу и общаюсь, там, где, деньги не все решают. Понимаете? А то очень хорошо. Мой старший сын, ему 60 лет, потому что у него уже 82. Значит... 82 вам или 82? 82. 82. И мой сын историк, философ, но они живут в селе, потому что у него астма. Он когда-то в мореходке, в Талии учился, Балтика была холодная, он так простыл, три месяца болел, воспалением легких, астма. И сейчас он живет в деревне, вот там такие шофы, кедры, это предгорья Урала. Вот я говорю, я купила три, пять с половиной лет у меня внучки, три хрестоматии, всего по 140 рублей, а поскольку я знаю учебники хорошо, я перелистала и поняла это богатство. А сказки Пушкина 500, 600 рублей, извините, какая семья купит? Ну, люди покупают, но они... Ну, я имею в виду класс другой, другой. Но часть людей понимают или меня пригласили вот в школу, девятый класс. Работать? Нет. Беседую с сыноками. Ну, кем будет, что как, один мальчик так. А мне родители купят бизнес. Я говорю, а вы уверены, что у вас пойдет бизнес? Никто не сказал. А мальчику лет сколько, извините? Ну, сколько, пятнадцать, девятый класс. Пятнадцать лет. И он уже о бизнесе. Друг, ну, семья. Не он, а семья. Он сказал, чем он будет заниматься, что ему сказала семья. Я хочу сказать, что семья совершенно экономически, не понимает, не готовит детей. И сидит парнишечка такой. Я вижу, что тесняется. Я говорю, а я хочу учиться на машинистской поезде. Я ему руку купить, и он молодец. Дорог железных много. Работа будет только. Не забудь мастерских. Работать много надо. Потому что среди специальных, я учебные планы всегда смотрела и сравнивала с университетами. Очень много практических занятий. И вот уже в третий год 97% университетов девятого класса не идут в десятый класс. А идут среди профессиональные. А почему так? А потому что ты очень много практических навыков. И ты все время не получаешь работу. Я ему говорю, а высшее образование получишь онлайн. Заочно. Самое главное, старайся себя накормить и семью покормить. Вот когда я ушла с работы в 2007 году, у меня было 65 лет. Наверное, до 65 лет. Не помню. А я ушла за моей спиной и никто не дышал. Но я поняла, что надо дорогу другим. И когда у нас были дни открытой двери и приходили родители, а раньше это менеджер, менеджер, я объясняла, почему педагогическая профессия есть у ребенка и склонность. Первая работа была всегда. Дальше. Средние заработки. Два месяца отпуска. Летние. Причем, где можно еще дополнительно работать. Кроме того, что антикретный отпуск, три года работы не потеряешь. и родители это почему я смеюсь. Вот опять потеряли молодая семья. Столько в интернете прочитала. Миллионы. У меня мой брат младший был, лучший следователь России. когда-то в Ижевске лаборатории Калашникова там убили трех человек и украли чертежи. Мой брат нашел, открыл. Из-за этого ему было присвоено звание автомобиля ему подарил Ельцин. И звание потому что что-то было очень-очень лучше следователь там 30 список было следователь России. Так он говорил жадность правила погубит. А сау не был человек. Тоже хорошо образованный. Поэтому когда обманывают кого-то мне не жаль. Мне противно. Жадность правила погубит. Ты можешь быть состоятельным человеком только ты сам много работаешь. Это во-первых. Во-вторых когда так вот меня дочь выпорчивала сюда потому что она решила она в Москве после Лондона она шла с подругой и значит в бюро ЭКЮ вы знаете это уровень местного развития кстати эти тесты разработаны они зашли и вдруг вышел руководитель и говорит первый раз вижу девушку с таким высоким дверью ей сразу предложили работать в банке начальника отдела она мне звонит мама что делать она была в отпуске потом вернее она собиралась приехать кого я говорю я уже здесь к сожалению не знаю она очень страшно работала даже управляющая банка была временна но сейчас она уволилась из-за ребенка второе образование чтобы сниматься и когда она уезжала отдыхать у нее кот был в Москве а я приезжала потом она говорит мама садись поехали вот твоя квартира садись вот твоя дача и тогда она не сказала мне до этого она знала что я бы не поехала тогда я себе такой тезис выработала когда мы дети когда мы молодые мы детей воспитываем а когда мы старики дети нас воспитывают надо быть хорошо воспитываем старушкой но про мои проделки она не знает какие у вас проделки проделки ну нарушение режима что я много работаю у меня сада я вы работаете до сих пор нет я в саду работаю в даче а у меня обход и цветы когда я училась хорошо помню что в 67-й класс нас учили в фронтовике и у нас был биолог ботанику биологию вел бывший фронтовик он был ранен но он был фанат сада мы посадили сад он нас учил делать прививки вообще меня учили учителя хруповики это были очень образованные серьезные интеллигентные люди вот а потом сделали я полюбила садовое дело сделали тир тоже был садовик три позиции это из трех позиций лежа с колена и стоя я хорошо стоя стреляла зрение у меня было хорошее и нервы так оружие лежало были деревянные вот такие шкафы а замочек можно было гвоздиком открыть вот так вот а потом когда я уже предучилища потом колец работало у нас был тоже тир но был каменный мешок но потом все равно сдали мы все оружие вот потому что 90-е годы все перевернули 90-е да сейчас говорят вторые 90-е можно сказать даже хуже как вы вообще с этим согласны хуже 90-х хуже да как не стыдно или лучше вы не говорят люди это не я говорят неграмотные есть люди которые вот я вам как профессионал хочу сказать я тоже клинический психолог извините вторые 90-е мы сходили ничего подобного что такое 90-е зарплаты не было чтобы кормить коллектив директору хлебокомбината я договорилась хлеб нам возили по списку и еще к счастью макароны и еще крупу пшеничную а как о чем вы говорите 90-е годы заклады не было пенсии не было вот так вот то есть сейчас намного лучше живется о чем разговор я пошла в магазин сейчас иду и себе программу составляю я понимаю откуда я говорю я ахнула бабу из-за меня кому она может понравиться мужики идут вот все с такими животами молодые мужчины это же сквозь и рядом пивное животное не только пивное обжорство я наблюдаю как ну это моя профессия в атаке много всего и тут голодные правила есть едим магазин сыпь сосать себе список люди набирают как кто-то да не поэтому это комплекс неполноценности по 4 за которые заедают едой разрешают детям бегать вдоль и брать даже не знаю какое качество этого йогурта этого сырка или еще что-то это без культуры масло это делают родители это во первых во вторых перестали измениться наготовить и они стали полуфабрикатами после теперь извините меня 90-е годы были ножки Буша а сейчас посмотрите какой выбор всего и я смотрю вот люди смотрят такие пакеты покупают сосиси ну явно что они плохого качества и поэтому кстати меня воспитывала бабушка дворян с одной стороны у меня дедушка был большевик а мамин отец владел заводами на Урале они отступали с Колчаком потом когда они начался вернулись я историю семьи изучала и записала вернулись обратно но правда заводы отобрали но у дедушки были еще поля в Коноплюсе или делали олифу это сейчас курят а тогда олифу делали была пасека была мельница а бабушка была очень красивая у нас женщины в роду все были красивые бабушка была очень красивая но беспреданница сирота и воспитывалась в пансионе для дворянских девиц и у нее даже был педагогический класс чтобы работать в семье гувернанкой а ее взял дядя теперь мне он владел гостиницами туда заводские уральские приезжали а поскольку бабушка была редкой красоты дедушка ее нашел он был выдавец и был старше ее она говорит а мне что оставалось делать и говорит когда была свадьба раньше как завод у рабочих были дома земля сзади надел для того чтобы сено и держали скотину и был храм и в этот день конечно все рабочие отдых был праздник и все стояли вдоль дороги когда везли на венчание бабушка говорит и народ то громко говорил ой да тот же назем да издалека везем вот поэтому что удивительно для дворянки во первых дедушка ну чем она занималась детей рожала но дедушка и выписывал французские книги литературу и мы меня в 5 лет научили читать так что и к чему научили вот бабушка дворянка жена крупного заводчика это огромный алюминиевый комбинат теперь она рассказывала раз в неделю приходила ключница составляли меню на дни такие где были ограничения и ключница выдавала продукты это было у нас всегда я не могу жить если я не составлю себе меню особенно с детьми меню на неделю я знаю что у меня будет суббот что у меня будет воскресенье какие продукты мне понадобятся я говорю вот мне заказывают такой деревенский суп потому что дочь уже современная готовит а им очень нравится этот там помидоры черри правда я режу пополам это тоже все высоко разве я куплю какие продукты я знаю что мне надо купить я иду в магазин я уже знаю что мне надо сегодня вот так а мой отец очень интересно вот сын он единственный был дедушка это был женат на мещанке она рано умерла и дедушка остался тоже вдохцом женился на молодой женщине полтора года папе было папа вырос папа у меня очень он был талантливый образованный он закончил речной технику в Казани был капитаном лучшим лоцманом на каме и вон и я вот это мое детство плавали конечно ходили не плавали ходили да извините поэтому и отец был такой остроумный человек скромный веселый и он начинал были пароходы и на пассажирском путейский белый пароход который фарват там резерв снаряда работал окончил он когда появились да и был мастером составления караванов что такое караван это баржи собраны а пароход тянет или плотовод это сверху каму это очень все же я хорошо помню эти бакины бакинщики были они каждый вечер зажигали бакины утром на лодках сейчас это все автоматически но никто не хочет правила я так хорошо помню идет пароход или еще кто-то значит отмазку брат мой вырос вообще это мостик и белым флагом азбукой морзе они делают отмазку а ночью фонарики это у капитана даже на вот на таком грузовом обязательно был первый штурман был второй штурман третий третий занимался собранием вот этих караванов первый штурман работал коллективом второй штурман обеспечивал локшин и всегда папина вахта была с 10 вечера до 4 утра самая опасная и у них всегда был еще рулевой вот а потом появились суда винтовые и это во-первых и во-вторых папа осваивал опыт толкач тоже это искусство большое кстати чтобы фарватер читать на берегу стояли вот такие створы и на них вот такие вот веселья я раньше здоровая но сейчас забыла эти створы можно было читать какой фарватер какая глубина право право лево особенно если остров рядом вот и еще вот папа освоил этот толкач и потом большие суда которые на камне уже их отдавали в аренду на Волгу они назывались озеро река и мы ходили до Астракани по Волгодонскому каналу Хинки вот я это все помню и такие были у папы у папы был кабинет всегда на судне я хорошо помню стол письменный папа любил аквариум и была такая ниша суконная занавеска там кровать это была моя комната а каюта капитана всегда была зарубкой там две комнаты и душевые потом был колпит коллективная питание обед и ужин кухня была но папа как-то всегда организовывал что у команды было и завтрак так что почему вот вы говорите плохо сейчас кому очень много людей с комплексом неполноценности которые не умеют вот у меня одна дама жена бывшего командира полка что ли но он погиб летчик ее государство вот так обеспечено да на самолетах комдив прилетели там где хотели у родителей похоронили ей предложили выбирай квартиру Белгорода она выбрала квартиру великолепная пенсия большая дети бесплатно военное училище закончили но она ой я ведь историк но она не привыкла работать мой язык не очень когда я приехала она как-то ко мне приукнула ну я что читали и так далее но вот эти вот на это же быдло я ей сказала извините Людмила Николаевна я не люблю когда люди так говорят аристократ получается да какая аристократ аристократ не позволит моя бабушка аристократ всегда была любезна и внимательна никогда ей бы в голову не пришло так вот и значит снова это быдло это быдло и я ее рассердилась я редко чуть-чуть я ей сказала а вы почему с нами с быдлом ты живете вы должны пустить вокруг моей приятельницы дочка у меня в Москве иногда в гости приедет говорю охрана у них в лифте кожаная дивана и так далее она имеет высокое положение благодаря своим заслугам очень хорошо образован человек говорю а вы-то почему с нами живете как это можно говорить о быдла я говорю когда вы говорите так какая вы некрасивая злая а я просто сидела она ко мне подсела и давай это вот предлагать я говорила мне все нормально ко мне прекрасно относите люди с уважением это вы придумали себе я вот это меня рассердило это что за мода такая и вдруг она видимо да и когда да я ей самое главное сказала извините Людмила Николаевна но у вас я профессионально скажу у вас комплекс отсутствия явного критического отношения к себе то есть оно не соответствует вашему положению за мужа она получает 40 тысяч в пенсию бесплатно в любом вот как государство заботится это было лет 20 тому назад он погиб значит и где-то в Карелии что ли на границе затем значит ей оплачивают ЖКХ она все время ведет справки ездит в военкоман что еще надо она не старая 62 года всего вот таких людей с комплексом очень много но люди не умеют спрашивать себя поэтому им не нравится все и в 90-е как не стыдно вы посмотрите вот здесь когда меня дочь повезла первый раз там было поле а сколько домов выросли ну если ты хочешь иметь отдельную квартиру ипотеку делать значит ты будешь работать я знаю людей которые у нас техническая женщина так она смотришь и снег разгребает то она витрины моет в магазине она всегда ушла за работу а когда сидеть на скамейках я не сижу с бабушкой мне противно неинтересно нет почему очень интересная женщина мне противно слушать их разговоры о чем о деньгах о еде и сегодня почему показывать негритянам в Америке это следствие вот этого общества потребления но Америка богаче поэтому у них очень много пособий много дают еды там бесплатно можешь получать вот основное удовольствие и у нас сейчас тоже ну посмотрите какие коляски и там такое разнообразие продуктов но не соответственно кучу без культуре лень вот я говорю Леха у нас средний у меня внук и мальчик вообще из какой семьи бедной университет поступил питерский общежитие так парнишка шесть лет учился практику провел его взяли хорошую команду на севере он сейчас зарабатывает а кем работает я там должность не знаю но он кончил северные широты а мой внук значит горную академию айтишник он тоже ну он на практику где-то работал на приисках не знаю где там горная вот но он в армию сходил а когда я с армией сходил пришел в кадры такого завода где делают моторы для наших самолетов кадровики это роты раскрыли не более в армию это идут сейчас родители это и не отпускают еще некоторых ну да вот и значит и там вот такое мне дочь говорила но я забыла как это называется собирает группы айтишников они команды нет не команда это группа называется слово команда это другому виду относится там команда это где есть ну как бы вам сказать они живут по определенному распорядку а это группа вот собирают даже из-за границы им приходят заказы вначале я говорю Алеша мирский разъяснишь что такое он говорит мы разрабатываем алгоритмы на основе которых мы разрабатываем новую программу по заказу но это же надо работать и надо быть грамотным человеком да кстати я очень люблю Казань рядом с Казанью вот очень многие не знают есть город спутник ну что это ученик что сделаешь там такси без авто уже без водителей вот вот какой уровень теперь что как в 90-е чего в 90-е ничего не строили еды не было пенсии не было зарплаты были мими учебное заведение многие закрылись сейчас можно вот как если бы я была девочкой выпускницей я бы свою жизнь как устроила ну а вот с Украиной связаны события война военные действия говорят что я хочу сказать это хотя кстати говоря политически все-таки я работала тоже с надо пенсии все были в фронтовике если это если вы украинец примите я старая женщина и я знаю психологию во-первых у нас вот две консьержки я познакомилась обе из Донецкой области западенки западных они называют я очень хорошо знаю историю австрийская поляки всю жизнь хотели мы все Сусанина помним и Минина и Пожарского которая под зад им Мнишек которая стала в Москве народ наш ну это отдельная очень интересная история нашего народа так вот Донбасс был всегда рост и если бы вот эти подлецы бывшие партийные и Кравченко и еще если бы они дали как у нас автономию Донбасс Буганской и этой ничего у нас не было ну как у нас Узмурска автономная Татарстан Башкирия Коми но сейчас но все равно как отдельно Марийская и так далее та же Чечня посмотрите как выросла Дагестан поднимается они автономные есть область если бы Луганскую и Донецкую они же просили но вот это украинская часть населения националистически под влиянием Запада Западная Польша и так далее грудь распирает от желания власти и нет ну посмотрите какое извиняюсь говно был Ющенко президент Украины что это за президент а Порошенко хоть и английский знает а сейчас вообще комик да а Зеленский комик но у него мозги работают так ему надо было что сделать взять и повернуть власти а вы считаете комик может быть президент я должна вам сказать комик не комик но у него природная гибкость ума это называется остроумие это характеристика ума вот так вот имея гибкую характеристику ума он должен был что подумать а народ то зачем выбрал комика хотелось праздника теперь Порошенко как заявлял мы будем шить а они будут в подвалах сидеть как может президент говорить о своем народе такое вот я наблюдаю профессионально за Путиным я поражаюсь я знаю что такое психический процесс воли я знаю что такое психический процесс мышления вот и мышление это синоним ум и я всегда с назлаждением смеюсь он настолько остроумный а он остроумный никакой он знает литературу он знает историю он знает искусство шутит он же военный еще ну это самое главное нет самое главное у него нет погодите вот тоже не знаете неграмотный с чего а я однажды к моим друзьям из Риги приехали родственники и там была книга Путина и я ее прочитала еще ну и дополнительно мальчик из крестьянской семьи потомственной крестьянской вот мать работала техничкой на заводе старший брат умер во время значит когда в Димграде блокада была он вырос во дворе как я росла во дворе у нас все были компании вот там дрова привезли мы на этих дровах вот так вот сидели разговаривали и так далее парни какие были футбольные мячи ну что-то шили из кожаных там взрослая и набивали тряпками и пацаны играли было очень много коллективных игр так жили и говорили да Путин рос во дворе но случайно тренер пацанов собрал занятия спортивной борьбой ну очевидно и тренер мы знаем их и сам вид спорта они тренируют характер если я стреляла из позиции стоя значит характер у меня не тряслись руки а многие предпочитали из позиции лежа вот и глаза и главное рука твердая была это характер потом он закончил школу успешно он же закончил юридический факультет а что такое юридический факультет да еще извините меня Ленинградского университета меня брат тоже закончил юридический факультет Певского университета но тоже университет там даже целая учеба я приезжала к нему ну вообще ребята на факультете были четвертый этаж выносить ведро. Так они что делали? Они становились, придумывали, как эстафета, кто вперед из ведер вынесет. Вот так, вот такой был народ. Вот он рос в этой среде. Это у Прапутина, да? Да. Потому что и я, мой старший сын, ему 60 лет, а факультет потом у меня 6 лет учился в университете на историческом факультете. И у них был театр студенческий. Выступали и в Риге, и в Новосибирске. Вы понимаете, это люди образовывали. Много. Не вот один. А брат мой, младший, который на юридическом, ага, начались первые студенческие отряды. Северферми, они работали или там, в лесах что-то. Потом Селина. И вот, значит, на Селине, его товарищ наболел, 18 километров было. Не было, что, отчетствия воспаления легких, высокой температуры. И мой брат на себе нес этого друга, который стал потом криминал-прокурором России. Вы знаете, все так не дается. А сейчас, что еще хочу сказать о Путине. Это он же живой человек. Вы увидели хоть у него, он когда-нибудь из себя вышел, какие вопросы ему задают. Это признаки культурного человека и еще целеустремленного. Он прекрасно понимает, сколько в лет. Что он может уйти? Он из кожи лезет оставить Россию. Вы посмотрите, сколько молодежи втягивается. Какую форму изобрел вот этот городок Сочи. Сейчас их в России шесть. В Свердловской области огромной. И сейчас в Подмосковье. И везде строят. Шойгу. Какой надежный. У них группа это надежные товарищи. А слово товарищ было ты никогда не подведешь. Говорят у Путина двойников много. Как вы думаете? Право или нет? Знаете, неграмотных людей еще больше. А интернет для того и рассчитан на дураков. На дураков. Извините меня. Почему я читаю сайты старухи-то читают, что попало? А я читаю сайты научных и разведывательских институтов. А где вы эти сайты? А, вы же в интернете все равно читаете? Ну, слово интернет это не значит. Что социальные сети? Прилимывая свою жизнь, я пришла к мнению, что все предлечит понимание. Имеете ввиду судьбой? Ну, наверное, потому что какие-то события буквально, это во-первых, во-вторых, конечно, есть понятие души. И знаете, я так много об астрономии читала. И еще я знаю Шекспирь, наизу, и в одном из своих сочинений Шекспирь писал так. Когда-нибудь в течение времен не будет у людей фамилии, а будут только имена, как у богов, что так недавно на Олимпе жили. Как Афродиты, Гера, Аполлон, да будет каждый оттенен, замечен, и если даже будет смешен он, оставленный им образ будет вечен. А у нас так много галактик. А вдруг действительно какими-то неизвестными сейчас нам измерениями, не кварками, там, еще как-то образ человека. И может быть, где-то в Галактике люди встречаются. Мы тоже были другими, чем наши папа и мама и бабушки. Вот. И я всегда говорю, надо уважать свободу другого человека. Мужчины раненее, гораздо раненее, чем женщины, кстати говоря. Хотя многие думают, что наоборот, нет. И если мужчина любит, он любит более глубоко, более эмоционально и так далее. Женщины любят, ну это может быть истерика, эгоизм там и так далее. Вот. А мужчина, ну чаще всего первая женщина, вечная женщина, которую любит мужчина, это же мать его. Вот мать кормила, он ведь это бессознательно. И знаете, вот так вот, ну мало ли какое-то движение, руки или что-то. И вдруг парень вырос и увидел, девчонка тоже стоит, и непонятно, почему он к ней пошел. Первое, я всегда студенткам своим говорила, вечная женщина, которую любит мужчина, это его мать. Не вздумайте плохо относиться к матерям. Какая бы не была, какая бы не была эта мать. Как бы вы свекровь там любите, не любите, но ради себя вы делаете хорошо мужчину своего. А он вам ответит. Так, девчонки молодые, конечно, так вот так, кривляясь. Я никогда не занималась, однажды мне моя приятница говорит, наверное, у меня брат идет от жены, поговорите с ней. Ой, я так отказываю, ну ладно. Пришли, подружка там на кухне была, я вижу перед нам носитель упрямая, своевольная, молодая бабенка. Начинает она, она знала, кому и как разговаривать, а мой-то знаете, какой, я все молчу, пока она говорит. А потом я сказала, я скажу вам две вещи. Первое, у мужчины бывает так, ух ты, какого, мужчиночка, думает, что-то какое, скажи, зачем тянет, возьми на ручки меня, маленький, я устал. Вот, я сказала, это же, очень, это же мужчина молодой, дурочке, я сказала, сегодня вы говорите, а мой-то, у мужчины, может появиться другая женщина, которая будет говорить, а мой-то, это во-первых, во-вторых, ну рассердились, что-то там вам не понравилось, все про себя, ну ладно, мы так хорошо с ним, как плохо без него. Вот две, повесь на весы, и окажется, честно, плохо без него. Не так хорошо, как плохо. Это жизнь. Ребенок не ведет себя, как ребенок. Что, на что? У-у-у. А вот. Почему? Нет, это как тепло, это что-то. Не знаю. Ты погладить, не укусишь? Нет. Да. Ну ты, как хорошо. Он ведет себя, как ребенок. Он же, я устал, и поэтому сел. Нет, конечно. Нет, конечно. Пород называется? Померанский шпиц. Померанский шпиц? Да. О-о-о. Не будет большей, мы пушистой. Такой же остается, да? Нет, больше будет. Нет. Это девочка-мальчик? Это вот настолько вырастет. Ну ладно, на сколько раз. Так игрушка. Игрушечная. Да. И сколько стоят такое вообще? Ну-о-о. А недорогие, наверное. Ой, сколько? Вот, сколько? Ну, это немного. Снимите тысячи. Ну, это немного. Да, ну, это только прелесть. Ой, и люк. Ну ладно. Посмотрите, сколько? Люка, с добра. Мы увидели милейшее существо и нам всем стало хорошо. А чего вы взяли, кстати? Можно вопрос? Что у меня жизнь тяжелая? Мне просто интересно. Вы говорите, у тебя, наверное, жизнь тяжелая. Ну, жизнь тяжелая. Что в этом? Вот просто мне интересно. Просто, она легкая, она, она, самое главное, когда она жизнь. Просто сидя, что я хочу. Причем критически, честно сказать тебе. Да. Но вы еще молодой мужчина. Кама у меня 40 лет. Я поняла, что вы 40 лет. В сентябре. Дело в том, что у вас, вы можете полюбить еще женщину. Это не важно, сколько ей будет лет, но не юную лучше. Чтобы была подруга и друг. Но вы должны себе сказать, я же умею любить. Вы ведь можете, перед тем, как засыпать, сказать, я же умею любить. Я могу много. Я всех людей люблю, в принципе. Нет, но любить я не веду и женщину. Но тоже другая любовь, это уже... Конечно, это естественно. Вот. Надо еще такую женщину встретить. Не то, что встретить. Ведь это воля случая. Вот если вы хотите любить, вот она попадется вам. Вот. Это во-первых. Во-вторых, все время себе говорить. Ну, вы цены сам по себе. Не просто так. Не важно, какие там богатые. Я вообще не терплю разговоры богатых, потому что разное богатство, мы вот в семье сказали, мы не будем бизнесом заниматься, мы будем мозги продавать и строить из этого уровень жизни. А что значит мозги продавать? Ну, как? Вот учи деньги их, например. А не какую-то онлайн-школу? Нет, просто вот как дочь у меня второе образование, она как самозанятая будет. Родственница у меня, она учительница математики, она, значит, пришла там в центр репетиторства. Репетитор у вас хотел сказать? Да. У нас деньги нам не текут рекой. Я из всех из них более легко зарабатываю, у меня пенсия. но дело в том, что за мои заслуги у меня есть, ну, более-менее пенсии в сравнении с другими стариками. Ну, такая женщина шикарная и такая умная. Я думаю, ну, у вас тоже жизнь непростая, нелегкая. Конечно, и не была. Кстати, нелегкая. Как раз. Вы не выглядите на свой возраст? Потому что жизнь такая, я училась в мудрости. Три года назад у меня умер сын. Ему было 54 года. Мои соболезнования. Да. Он лег спать и не встал. У него была на реке Камья бригада, они строили для рыбаков какие-то там, ну, постройки. Вечером лег, ничто не предвещало. Он такой высокий, сильный, кстати говоря, хорошо писал, речь у него хорошая. Не пьющий, да? Ну, я думаю, что такой пьянки не было у него. Ну, обычной жизни жил, то есть. Нет. Как большинство. Дело в том, что вот 90-е годы, вы говорили, ага, значит, кончил школу, поступить, в институт было трудно, но он кончил техникум, работал на радиозаводе у нас большой спорщиком, пошел в армию, стал, был, служил в Германии, начальником радиостанции. И хорошо, что он мне написал, мама, ты не можешь послать какую-то сумму, наш старшина в отпуск поедет. Я послала. И вдруг восточную Германию объединяют западную. И их 5 или 6 тысяч, он говорит, около Берлина построили, как зэков перекличка. Ну, хорошо, что у него были деньги, и он смог купить себе билет на самолет до Бориса Глебска. Доехал, а дальше на поезде кондуктор кормили, он приехал уже в декабре, ой, в декабре, в июне, они, в конце июня, они раньше, как, демобилизация была. и ехал, чужие люди кормили. Но он приехал, что-то он немножко совсем отдыхал, поступил в институт, в начале, на вечернее. Я его говорю, давай, это, все-таки, два года он работал, учился, а потом перевелся на дневное. Евгений, мне было очень приятно с вами пообщаться. Взаимно. Встретимся еще. До свидания. До свидания.